Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Политики военные и паралимпийцы. Как складывалась судьба афганцев из Алтайского края? Можно ли сказать, что «Омикрон» отступает? Новости из главной ПЦР-лаборатории региона. Как закалялась Грэдзен? История хоккеистки из Алтая, которой удалось перепрыгнуть с третьяка. Смертельное ДТП в Рубцовском районе. Сегодня утром 34-летний водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения и влетел в КамАЗ. На кадрах видно, что переднюю часть легкового авто практически полностью смяло. От удара машина загорелась. В результате столкновения водитель получил телесные повреждения, а два пассажира легковушки, женщина 63-х лет и мужчина 45-ти, скончались на месте. Еще один пассажир умер при транспортировке в скорой помощи. Водитель КамАЗа не пострадал. Сегодня отмечается годовщина вывода советских войск из Афганистана. 33 года назад, после 10-летней войны, советские солдаты наконец-то смогли вернуться домой. Многие из них получили ранения, некоторые потеряли конечности. Фото-выставка в 53-й школе рассказывает о тех афганцах, кто не упал духом даже после инвалидности. Подробнее в нашем сюжете. Многие из них шли в советскую армию для того, чтобы отдать долг родине и даже не задавались вопросом, куда их отправит государство. Но вместо привычной срочной службы, 18-летние солдаты оказались на войне. Их задачей стала помощь, как тогда было принято говорить, братскому афганскому народу. Нельзя сказать, что никто ничего не боялся, не боялись только дураки. И сегодня, в День памяти, выжившие собрались у дома афганцев, чтобы возложить цветы, поздравить друг друга и вспомнить погибших в войне сослуживцев. При этом помнить об уже случившихся войнах необходимо, считают бывшие солдаты. Для того, чтобы передать эти знания детям, в школе номер 53 открылась выставка, посвященная героям афганской войны. Сергеевич, прочитайте, ребята, тоже служил в Афганистане, потерял руку, две ноги, и так он выучился. Вот пример он был для подражения. Таких примеров в зале более двух десятков. Герои выставки – солдаты-инвалиды, не потерявшие силы и стремления жить. Они продолжили военные карьеры, стали политиками и даже спортсменами-паралимпийцами. Однако в первые послевоенные годы многие афганцы столкнулись с непринятием обществом. После войны, когда это было падение Советского Союза, уже стало как бы не модно носить ордена и медали несуществующей державы. Везде им при устройстве на работу говорили, мы вас, Афган, не послали. Я считаю, что это очень страшно услышать такое. Когда тебя Родина посылает, потом тебе говорит, мы вас туда не посылали. Помимо фотовыставки в музее есть и собственные экспонаты эпохи войны в Афганистане. Их предоставили бывшие ученики, принимавшие участие в боевых действиях. Среди них форма, фотографии и даже мины. Посетить музей и узнать об историях афганцев можно по вторникам и субботам по предварительной записи. Экспозиция будет работать до конца февраля. Артем Гусельников, София Яценко, Вадим Быстревский, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня международный день борьбы с детской онкологией. Это заболевание порой успешно кроется за другими. Не пропустить болезни и начать лечение своевременно, пожалуй, основная цель появления этого дня в календаре. О том, хватает ли детских врачей и онкологов, о новых методах лечения и как не пропустить онкозаболевания у детей, мы говорили сегодня с Александром Румянцевым, заведующим отделением Краевого центра охраны материнства и детства, детским онкологом, кандидатом медицинских наук. Опытный доктор в нашей сфере, это примерно лет 10. У нас пришли молодые доктора, это хорошо. Пришло трое докторов, они обучились, молодцы. Ну, ключевое слово молодые, это молодые девушки, женщины, поэтому вернутся они к нам после отпуска длительного. Они прочувствовали всю непростую ситуацию, работали они ведь не то, что там у нас год какой-то, они всю ординатуру работали, то есть это три года. Три года это уже опыт достаточно большой. Ну, а то, что женщины уходят в отпуска, да это же хорошо. Наверняка год от года появляются какие-то новые методы лечения, если они действительно появляются настолько часто, какие сейчас вы используете в своей работе? Это новый протокол, международный, европейский протокол лечения лимфомы Ходжкина, то, что раньше называлось лимфограноломатозом у нас. И как раз вот этот протокол предполагает использование вот этой методики ПЭТ-КТ. Для чего? Это критерий оценки эффективности терапии. И, соответственно, в некоторых случаях, при начальных стадиях, эта методика позволяет провести два курса, допустим, химиотерапии вместо четырех или шести, и на этом закончить лечение без лучевой терапии. Либо же, если есть остаточная активность опухоли, провести лучевую терапию. К чему это все? Это снижает токсичность проводимых схем лечения. Мы же с вами четко понимаем, что химиотерапия далеко не витамины, не живая вода. Это весьма токсичное лечение, точно так же, как и лучевая терапия. Поэтому то, что мы достигли современными протоколами высокого излечения, порядка 95-97% детей с лимфомой Ходжкина выходит в ремиссию. Это очень хорошо. Но когда дети стали выживать, выживать длительно, стали задумываться о качестве жизни. И некоторые препараты оказались весьма токсичны. Поэтому вот эти новые протоколы, они направлены не на улучшение результатов, результаты и так прекрасны, а на снижение токсичности проводимой химиотерапии, чтобы не было отдаленных последствий, таких как, например, лучевая терапия на зону средостения, в дальнейшем риск рака щитовидной железы, допустим, для девочек рак молочной железы. Если мы говорим о раннем выявлении онкозаболевания у детей, насколько это действительно важно? И вот, например, родители, как они могут определить, что у ребенка такое-то онкозаболевание? То есть по каким признакам они могут понять, что с ребенком что-то не так, и обратиться уже к врачу? Ранняя диагностика крайне важна. Хоть дети, хоть взрослые, но мы четко понимаем, либо опухоль диагностирована на первой стадии, либо она диагностирована на четвертой стадии, она распространенная. Да, у детей лечим мы четвертые стадии, и результаты есть, но результаты в сравнении, допустим, первая стадия 90% из лечения, и четвертая стадия 30%, это же глобальная разница. Что необходимо родителям? Ну, первое, любые, наверное, изменения в состоянии ребенка, в нормальном состоянии ребенка. Ребенок был активный, ребенок бегал, прыгал, вдруг он стал вялый, вдруг у него беспричинно заболела голова, вдруг у него появилась тошнота, рвота, вдруг у него появилась шаткость походки, признаки опухоли головного мозга, но их очень много таких признаков. Поэтому есть врач, педиатр, и, в принципе, первичную заподозрить опухоль, ну, должен любой, врач любой специальности педиатрической, как педиатр поликлиники, так и врачи узких специальностей, неврологи, да хоть кто, в принципе. Социальные выплаты населению будут вновь проиндексированы. Губернатор региона внес в Краевое законодательное собрание проект закона об уточнении краевого бюджета. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии и, скорее всего, примут. По закону расходы Края планируется увеличить на 18 миллиардов рублей, а на индексацию отдельным категориям граждан направят 185 миллионов. Социальные выплаты уже в третий раз за год проиндексируют более чем на 8%. Повышение коснется 300 тысяч человек. По итогу размер ежемесячных денежных выплат составит 700 рублей ветеранам труда и ветеранам труда Края, по 675 рублей труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Педработникам, живущим в сельской местности, полагается 2350 рублей. Сельским специалистам, проживающим в селах – тысяча. Региональный медицинский капитал составит 62 557 рублей. Органы социальной защиты готовы в кратчайшие сроки провести перерасчет и начисление выплат в новом размере. И уже в марте месяце жители Алтайского края получат выплаты в повышенном размере с учетом их перерасчета за январь и февраль месяц текущего года. Очередная волна коронавируса идет на спад. Об этом говорит статистика. После пиковых нескольких недель в крае впервые статистика идет на уменьшение. Потребность пациентов в ПЦР-тестах также сократилась, причем в разы. Об этом заявляют в краевом диагностическом центре, при котором находится крупнейшая лаборатория по выявлению ковид-зараженных. Анара Шагирова продолжит тему. Потребность в ПЦР-тестах резко увеличилась в последнюю неделю января и начале февраля. Именно тогда был большой наплыв пациентов в поликлинике с характерными симптомами. Каждый день в лабораторию диагностического поступало до 14 тысяч мазков. Ковид-положительных выявляли круглые сутки. Персонал работал в две смены. Привлекли дополнительные людей из центра, кого могли. Также мы смогли привлечь дополнительно студентов, которые нам на сегодняшний день очень хорошо помогают в лаборатории. Когда у нас произошло большое количество исследований, до 12-15 тысяч нам привозили в сутки. Мы были готовы к этому моменту и справились. В лаборатории материал многократно проверяют – цела ли упаковка, соответствует ли всем данным. А после подготовки его отправляют в так называемый амплификатор, где обнаруживают РНК-вирус. Идет реакция около двух часов. Если реакция у нас положительная, мы видим график подъема и циклы прописываются, позитивов. Если реакции нет, у нас идут отрицательные результаты. В автоматическом режиме результат попадает в комнату выдачи результатов. Здесь уже дела, что называется бумажные, но не менее важные. В соответствии с той схемой, которая у нас выгрузилась из зоны выделения, там мы уже окончательно, так скажем, утверждаем положительный либо отрицательный результат. То есть вы тот человек самый, да, который говорит положительный пациент или отрицательный? Можно сказать, да. Сейчас ситуация с ковид в регионе пошла на спад. Об этом говорит и количество ПЦР-тестов, которое заметно уменьшилось. Наш объем работы, он зависит от развития эпидситуации в целом в крае. Поскольку две трети населения края служим именно мы, у нас самая крупная лаборатория, поэтому четко по поступлению биоматериала можно видеть, насколько острая эпидситуация вообще по ковиду и острым респираторным вирусным инфекциям. За вчерашний день это было примерно 2,300 мазков. Это очень мало для нас, то есть это половина нашей мощности. К слову, по данным Оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали на 351 заболевшего меньше, чем сутками ранее. А вот стоит ли говорить, что омикрон отступает, пока большой вопрос. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Ждать ли паводок, а если ждать, то насколько мощные, пожалуй, это традиционные вопросы в преддверии весны. Алтайский край, переживший в 2018-м неожиданно масштабную первую волну, вновь гадает, готовится или нет. Все необходимые действия проводят власти, а также ученые и спасатели. Какие прогнозы они строят и как первые пробы снега связаны с запуском ракеты в космос, расскажет Анастасия Наборщикова. Ракета «Союз» стартовала. В этом году это первый запуск с Байконура. Задача грузового корабля – доставить на МКС запасы топлива, воды и других крайне необходимых грузов. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Чтобы защитить природу, специалисты берут пробы снега. Причем дважды. До и после запуска ракеты, чтобы сравнить их на концентрацию нефтепродуктов. Делают это на территории, ближайшей к космодрому – Зминогорском, Третьяковском и Черышском. Но на этот раз в экспедиции участвовали и спасатели. Правда, с другой целью. Полученные данные позволят уточнить характер прохождения весеннего половодия 2022 года, а также скорректировать модели развития паводковой обстановки в муниципальных образованиях края, прогнозируемо попадающих в зону паводка. Возможно, два сценария паводка – фоновый, когда тает снег, и аномальный, когда еще идет дождь. По словам специалистов, в Алтайском крае обычно проходит первый. Его уже спрогнозировали на этот год. А вот паводок 2014 года не прошел спокойно. Это архивные кадры из Краснощоковского района. Там сегодня планируют возвести дамбу. Об этом правительство заявило недавно, подробностей пока мало. Но, как нам сообщили в районной администрации, в планах построить 7 километров защитной стены вдоль берега реки Черыж. На это нужно почти 500 миллионов рублей, поэтому проект уже включили в федеральную программу. Дамба должна появиться через три года. Анастасия Наборщикова. День с толком. Пока на площади Сахарова идут строительные работы, мэрия города готовится к реконструкции. Стало известно, что на Сахарова в этом году отремонтируют фонтан. Сегодня он, как говорят чиновники, технически и морально устарел. Оно и понятно, его построили в 80-х годах. Сейчас уже найден подрядчиком стал Алтайгражданпроект. Эскиз нового фонтана компания еще не опубликовала, но план работы известен. Новый фонтан будет светомузыкальным и сможет выпускать струи высотой 10 метров. Чтобы это стало возможно, сначала заменить чаши фонтана, железобетонные конструкции, а также водоснабжение и электроснабжение. Предположительная сумма работ – 100 миллионов рублей. К слову, такая новость парнаульцам пришлась по душе. Некоторые уже пошутили, что фонтан вовсе можно было снести и построить очередную высотку. Большие произведения начинаются с небольших аудиторий, например, конкурсных. В регионе начался традиционный фестиваль «Издано на Алтае». Открытие прошло в главной книжной обители края, библиотеке имени Шишкова. София Яценко продолжит. Замечательное издание. Я думаю, вы оцените однозначно. С подарками и песнями в Барнауле начался фестиваль книголюбов «Издано на Алтае». Профессионалы и любители презентовали свои детища. Немного немало – 558 изданий. Участники не скрывают эмоций, говорят, каждый год ждут фестиваль с нетерпением. Кроме заряда энергии, светлой, которая идет от каждого мероприятия этого фестиваля, еще мне нравится, что очень много молодых читателей привлекает этот фестиваль. Мы видим очень много студентов, очень много начинающих писателей, начинающих художников, авторов-исполнителей. Рядом с именитыми писателями, издателями, художниками – студенты. Эта площадка уравнивает всех, кто хочет прикоснуться к искусству, проникнуться атмосферой книжного дома. Участники постарше сходятся во мнении. Интереса к чтению у поколения «З» мало. Пишут много, а читают мало. И очень хотелось бы, чтобы читатели возрастали, количество читателей. Студенты, например, некоторые даже ни разу не были в этой библиотеке, что для меня, конечно, кажется очень странным. А это мероприятие позволило им и познакомиться с библиотекой, и с художником. И я надеюсь, что они еще сюда обязательно вернутся. Программа фестиваля плотная. Основная часть пройдет с 21 по 26 марта в Шишковке. Но площадки организуют и в районах края. Кстати, номинаций будет множество. Лучшие издания в каждой из них жюри назовут в последний день марта. София Цинк, Алексей Фризин. День с толком. А теперь к новостям спорта. Уже известно, что женская сборная России по хоккею покинула Олимпиаду после очередного поражения. Но красивую игру нашего вратаря Дарьи Грэдзен будут обсуждать еще очень долго. 17-летняя девушка дебютировала на Олимпийских играх в Пекине, а начиналась ее спортивная карьера в Алтайском крае. Подробнее расскажем в сюжете. Дарья Грэдзен. Сначала ее называли третьяком в юбке, а потом она даже перепрыгнула легендарного вратаря, дебютировав на Олимпиаде в более юном возрасте. Игры в Пекине. Матч против американок. Наши проигрывают 5-0. На 49-й минуте Дарья выпускает налет. Вратарь с косичкой отражает все 19 бросков в наши ворота. Все-таки Дарья обладает тем характером для вратаря, что она спокойная, что умеет настраиваться. И думаю, это помогает, несмотря на то, что ей 17 лет. Эта особенность Даши, она может справляться с волнением. И то, как она умеет это делать, это переносится на игроков. То есть мы тоже чувствуем на льду ее уверенность, ее стабильность. А ведь закалялся характер Грэдзен в спортивной школе Олимпийского резерва «Алтай». Туда она пришла в 4 года. Это кадры нашей программы, которым уже 8 лет. Здесь Даша совсем ребенок. В Алтае она была единственной девчонкой, но играла наравне с мальчиками. Сейчас копилка личных достижений Дарьи Грэдзен прибавляется все новыми и новыми кубками. Тренеры отмечают, если и дальше так пойдет, то вскоре девушка-вратарь может стать профессиональным игроком. Так и случилось. 5 лет Дарья играла за команду «Алтай-2003». В 2019 году ушла в красноярскую команду «Бирюса». И вот, наконец, Олимпийские игры в Пекине. Хоть и без медалей. К сожалению, наша сборная по хоккею проиграла несколько матчей и отправилась домой. Но что касается Грэдзен, попасть в 17 лет на Олимпийские игры – уже победа. Она родилась вратарем. У нее отличная растяжка, отличное понимание игры, очень хорошо владеет клюшкой. И просто, наверное, получает удовольствие от хоккея и даже от тренировок. Ирина Корчагина, День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хорошего вам вечера. Продолжение следует...